В Кремле не считают, что власти преследуют независимые медиа посредством признания неподконтрольных изданий на агентами или их нежелательными организациями. Так и в ведомстве Пескова прокомментировали открытое обращение российских журналистов к администрации президента. С просьбой разобраться в ситуации, ну конечно. Разве можно говорить о преследовании, когда всего за полгода в реестр иностранных агентов, например, внесли почти четыре десятка СМИ и несколько десятков фамилий моих коллег, причем под какими-то дурацкими, надуманными предлогами, как с дождем был, они ссылались не на тех, ага, а еще заключили договор с Евросоюзом на освещение деятельности в рамках сотрудничества с Россией, зашибись. Я уже говорил, но еще раз повторюсь, во-первых, согласно российскому закону о средствах массовой информации, любая публикация должна быть подтверждена. Если ее нарыл я, я должен предоставить доказательство, что это не фейк. Если ее нарыл кто-то из моих коллег, я обязан сослаться на коллегу, обязан, повторюсь, в законе так написано. Для чего это делается? Для того, чтобы всегда можно было установить первый источник. Эти правила, собственно, Дождь и выполнял, когда цитировал, скажем, Медузу, Настоящее Время и прочих коллег. А то, что их признали иноагентами, ну и что, не запретили ведь? Они по-прежнему остаются официально зарегистрированными СМИ. Во-вторых, история с ЕС и вовсе никакой критики не выдерживает. Хотели подвести под зарубежное финансирование. Ну хорошо, вот только, насколько я понимаю, зарубежным финансированием можно было бы признать ситуацию, когда тот же Дождь профинансировало, скажем, правительство какой-то страны, то есть конкретного государства. А кто-нибудь из вас слышал о существовании государства под названием Евросоюз? Если да, то когда оно появилось? Где находится чисто географический, вот вам конкретный пример с доводами и пруфами. Ни за что, ребят, хлопнули, а точнее за то, что а. соблюдали российское законодательство, б. заключили коммерческий договор, что тоже не возбраняется. Это ли не пример преследования по политическим мотивам? Это ли не пример расправы над неугодными? А впрочем, когда лоши беззакония становятся основным козырем власть имущих, ну чему тут удивляться? Это реальная журналистика в режиме тотального вранья. Тема сегодняшнего выпуска. Поехали! А самое смешное, что сегодня вранье даже искать не нужно. Раньше мы, журналисты, подавали такие вещи, как сенсацию, поскольку, ну оно правда было редкостью, теперь почти невозможна ситуация, в которой бы нам не наврали. Ну вот топ-ньюс прошлой недели. 25 августа президент Владимир Путин подписывает указ, разрешающий российским госслужащим иметь иностранное гражданство. Вот это поворот. Парадокс в том, что год назад Путин лично инициировал поправку в основополагающий закон страны в Конституцию, о запрете на двойное гражданство для чиновников. Его вассалы тогда кричали «Да, наконец-то! Давно пора!» Мы сегодня рассматриваем законопроект, который внес президент нашей страны, где конец положен второму гражданству. И для госслужащих, и для муниципальных служащих, и для военных это очень важно. А что по итогу? Не прошло и года, главные его приспешники отыгрывают взад. Что это было? Справедливости ради скажу, в команде Великого Кормчева оправдывают данное решение царя Крымской коллизии. Типа некоторые слуги народа там до сих пор числятся в гражданах Украины, поэтому тупо возникла необходимость. Но тогда у меня другой вопрос появляется. Так Крым наш? Или вы опять набрехали? Это одно, а другое. Что мешало тем чиновникам откажаться от этого гражданства в частном порядке? Семь лет у них было. Да и так как-то проще, вам не кажется? Но нет. Ребятишки проводят целую спецоперацию с отдельно взятым указом президента. За каким? Мне что-то подсказывает, что я знаю. Ответ на этот вопрос дело вообще не в Крыму и не в тамошних чинушах. Многоходовочку, видимо, опять замутили, при которой в дураках, как всегда, остался Ваня. Брехня. О, я по поводу этого анекдота уже в курсе. Школы Хабаровского края получили учебник по дальневосточной литературе для первоклашек, в котором на первой странице красуется фотография в Рио губернатора региона Дегтярева. И вся эта прелесть сопровождается обращением чиновника к детям. Однако в политику ребятишек в нашей стране все равно втягивает Навальный смотри не перепутай. Но если серьезно, вы можете себе представить ситуацию, чтобы в Красносельском районе Москвы, например, в школах появились похожие княженцы только с портретом и обращением к малышам и действующего главы района Яшина? Да могу поспорить, пропагандисты бы уже нафекали и зашли. Нарыли бы с десяток типа неравнодушных, которые бы на перегонки бросились призывать Следственный комитет и прокуратуру возбудить целую кучу дел. При том, что Яшин никуда не избирается. А тут официально зарегистрированный кандидат в губернаторы Хабаровского края. В разгар избирательной кампании себе такое позволяет и тишина. Чуть не забыл. Тираж учебника 17 с половиной тысяч экземпляров и оплачен заказ. Не из избирательного фонда ЛПДР, нет. Иначе банного мальчиша тут же сняли бы с выборов. Именно за счет бюджета ребята гуляют. То есть мы с вами платим еще раз для тех, кто на бронепоезде. Действующий кандидат в разгар избирательной кампании пиарится за счет народных денег. Втягивает в политику несовершеннолетних. Но действительно Дегтяреву можно. Он же великого кормчево прославляет. А значит в данном случае законы России не действуют. И это нормально. Уважаемые хабаровики и хабаровчихи. Хочу обратиться к вам. Мы в ЛПДР очень уважаем ваш хабаровый край. Всех хабаровян. Каждого лично бы приезжал к себе. И мы не потерпим такого отношения к вам. Вы выбрали себе губернатора из ЛПДР. Значит у вас будет губернатор из ЛПДР и точка. Продолжаем расчехлять врунишек. Голикова моя любимая. Куда без нее. Я бы под эту чиновницу. Кстати вообще специальное министерство в правительстве создал. Министерство конкретного пи... Потому что так виртуально звездить и не краснеть, как это делает Татьяна Алексеевна, не умеют даже Песков и Памфилова. Из свеженького от дамочки на днях тетя Таня разъяснила, что оказывается никто никого и никогда в скреп державе не принуждал вакцинироваться. Имеется ввиду история с обязательными прививками от коронавируса. Вы сами подписали бумаги, что согласны на процедуры, подытожила вице-премьер, шах и мат вам в одноголовые. То есть никто не давил на работодателей. И не было никаких разъяснений от Роструда о том, что непривитых можно. И нужно отстранять от работы. Сотрудников, которые не прошли обязательную вакцинацию от коронавируса, можно отстранить от работы. Об этом заявил министр труда Антон Котяков. Напомню, в Москве привиться в ближайшее время должны будут работники сферы торговли, услуг, образования, здравоохранения, культуры, ЖКХ и не только. Не было никакой дискриминации в отношении непривитых. Никаких QR-кодов с повсеместными ограничениями в правах и штрафами за отсутствие этих QR-кодов. Не было десятков и даже сотен тысяч запуганных людей, которым угрожали увольнениями и, между прочим, уголовными преследованиями даже после сентябрьских выборов. Если человек, у которого обнаружено заболевание, коронавирус, имел контакты с кем-то, и кто-то из этих людей заболел, все, тюрьма. Ничего этого не было, друзья, вам просто показалось. И вообще агенты Госдепа уводят россиян в заблуждение, наговаривают на честных российских чиновников. Ух, паразиты! Ну а теперь шутки в сторону. Я вообще к чему данный пример из Голикова и привел, а он очень показателен. Нет, не в том плане, что чинуши даже на самом высоком уровне постоянно лгут. Это как раз и так понятно. Я о другом хотел сказать. Ребят, вот эти, они всегда выкрутятся. Они никогда и нигде не пачкают рук. Мы, да нет, мы вас не принуждали ни к какой вакцинации, это сволочи работодатели, а у нас по бумагам все ровно. Люди подписывали добровольное согласие, так что, если и когда запахнет жареным, под суд пойдут не Голикова сотоварищи, под суд пойдут дурачки предприниматели, директора госструктуры и прочие стрелочники. Кстати, это не только фокусов с принудительной вакцинацией касается. Вы представьте, что наши деды и прадеды в 41-45 году поступали бы так же, как вы. Отвечали бы, ну а как я могу, ну а как, если я не сфальсифицирую, но меня же уволят. Ну я же, если вот не проголосую за единую Россию, как вот приказали, уволят. Да вас и так уволят. Учителя, вы уверены, что вы через год-то нужны вообще будете, а? Да, 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 вы правильно поняли, к чему я веду. Катя Янгалычева уже начала, я продолжу совсем скоро. Через 20 дней состоится голосование по выборам депутатов Госдумы. В ряде регионов пройдут свои региональные выборы. Дорогие учителя. Вас, как обычно, начнут вовлекать в совершении преступлений, вбросы, карусели и так далее. Кого-то за копеечные подачки. Кого-то посредством запугивания и бла-бла-бла. Вот и подумайте, как следует о том, кто в итоге крайним-то останется. Ведь рано или поздно вся эта вакханалия закончится. Эпоха тотального беспредела уже уходит в закат. Путин не молод. И стремительно теряет позиции. Кроме того, очевидно, что он устал. Очевидно, что хочет уйти именно поэтому там, в режиме ошпаренной кошки, ищут преемника. То есть, глобальные перемены в нашей стране не за горами. И после того, как они произойдут, поверьте, не обязательно начнется охота на ведьм. Вот только Памфилова и те, кто ее крышуют, вас спасать не побегут. Напротив, ребятишки, вас же и бросят на растерзание толпе. Ни один директор школы не скажет, да, это мы с Завучем давали указание на вбросе Марии Ивановне и Вере Петровне. Нет, они первыми тонны компромата на вас в СК передадут, съемки с камер там. Раздаточные ведомости, в которых вы расписывались за смешную копеечную взятку в пару, да, в пару тысяч, а потом? А потом будет больно и обидно за бесцельно прожитые годы. Я, конечно, всего лишь предполагаю, но вы же умные люди, вы же педагоги, историю точно читали. Вот и ответит даже не мне, себе на вопрос. Как часто в смутные времена к ответу призывали именно инициаторов беззакония. Да ни разу такого не было Гитлера, не вспоминайте. За ним тоже стояли кукловоды, отвечают всегда шестерки. Все, переваривайте, это была реальная журналистика. Подписывайтесь на канал, помогайте распространять это видео репостами. Пишите комментарии, оставляйте лайки, это тоже полезно для продвижения. Кстати, жду вас у нас в телеграм-канале, он наконец появился. Там я публикую то, что не вошло в эфир, например, фрагменты будущих программ. В общем, есть что почитать. Ссылка в описании, в закрепленном комментарии. В остальных соцсетях тоже жду. В друзья добавляйте, с темы предлагайте, поднимем, обсудим. А на сегодня пока, пока!